Всем привет! Сегодня так воодушевился вчерашним копчиком, что решил познакомиться с мультимакрокрузером чуть-чуть поглубже. Да, то, что не то, что так, даже чуть-чуть поглубже, а совсем по самую глубину. Поэтому сегодня буду играться с режимом глубина. Дам ему команду копай и будем копать. Единственное, конечно, что меня смущает в этом плане, это пародия на эту лопатку. Но, как я уже говорил, she's happened, и никто не рад дерьму. Большая лопата в машине, машина в ремонте. Я решил попробовать купить маленькую лопатку, ну и, короче, очень сильно прогадал. Нифига не подходит для макрокрузера, да вообще не подходит для серьезных аппаратов. Такие маленькие лопатки, я не знаю, как люди копают. Но, да, надо нормальную большую лопату, чтобы нормально хорошо копать. И пофигу, что она нормально весит. Лучше копать нормально и таскать, нежели нифига не копать и нифига не таскать. Ладно, будем играться на тестном полигоне. Он уже весьма зарос, такой подзаросший. Я думаю, что что-то здесь все равно найду. Ну, по крайней мере, на среднестатистический видос в Ютубе хватит. Даже если я хоть что-то найду. Вчера были 4 сантима и Заяц. Да, Саня, если ты будешь спрашивать, когда стрим, стрим завтра. Завтра, это с того момента, как я выложу этот видос. То есть, если видос выкладывается в среду, то значит, стримить будем в четверг. Сегодня я еще хочу поиграться с металлоискателем. Рядом тут у нас бетономешалка мешает, бетон шумит. Не знаю, слышно, не слышно. Ладно, что там еще рассказывать? Кстати, хорошая шутка, да, познакомиться глубже с металлоискателем и режим глубина. Ладно, сам шучу, сам смеюсь. Погнал я, короче, копать. Главное, чтобы дождь не начался, а то это будет фиаско, братюнь. Первая же находочка в выбитом месте в режиме глубина. Ну, такое себе, такое. Даже не знаю. Ну, ладно. Так, тут же на вторая находочка, здесь же, рядышком, не отходят от этого места. Это у нас колечко. Кстати, есть такая интересная мысля появилась, что, в принципе, режим глубина, по сути, увеличивает максимальную чувствительность нашего аппарата. Что, в общем-то, не говорит о том, что мы будем копать максимально глубоко. Это говорит о том, что мы, может, будем находить те предметы, до которых ранее чуть-чуть не дотягивались. То есть, если колечко мы видели на глубине 10 сантиметров, значит, на режиме глубина у нас есть шанс поймать то же самое колечко на 12 сантиметров. И, в принципе, ну, судя по ямкам, мы пока что не глубоко копаем. Просто мы лучше чувствуем себя. Так, вот еще у нас две находочки. Это пломбочка и какая-то неведомая штучка. Дрючка. Ну, также поясок от снаряда маленький кусочек, но это другая история. Я его уже доставать не буду, там совсем ничего интересного. Кто бы мог подумать, смотри, есть все-таки что-то. Не вижу там ничего конкретного, хотя я сейчас почище, может, там что-то увидится получше. Вроде как две копейки. А вот, почистил вроде как даже неплохо. Стало все видно. Нет, по-моему, все-таки ничего. А, нет, вот вышло. Ну, первая монетка, значит, не напрасно. Ладно, погнали-ка подальше. Кельзач. Ну, как обычно, без них никуда. И это хорошо. Хоть какой-то контент. Да, пожалуй, на фоне всех сегодняшних находок, хоть одна более-менее интересная находка. Вот такая вот висюлька. Не думаю, конечно, что это что-то ценное. Но, скорее, просто даже интересное. Вот видите, украшение какое-то. Вполне возможно, что из новой бижутерии. Вряд ли это алмазы, золото, бриллианты. И вряд ли это даже серебро. Какая-то просто такая интересная висюлька. Ну, хотя бы на заставочку сойдет. Уже неплохо. И, кстати, еще интересный нюанс. Не знаю, будет видно, не видно. Да, вот поставим наш металлый скатер. А, вы же не услышите. Так, это у нас режим глубина. Наша долгожданная висюлька. Видно? Видно. То есть, это режим глубина. Да, поняли, да, к чему я понял? А теперь я врублю пинпоинтер. Не знаю, слышно или не слышно. Но, мне кажется, почему-то, вот лично по моему маленькому мнению, режим глубина с задачей обнаружения справляется лучше, чем пинпоинтер. То есть, у меня появилась такая маленькая мысль, что лучше, наверное, использовать вместо пинпоинтера режим глубина. Потому что он как-то, ну, даже... даже лучше, чем пинпоинтер определяет, насколько близко объект и где он приблизительно находится. Ну, вот такое вот маленькое замечание. Кстати, вторая монетина. Ой, блин. Ну вот. А, ладно. Погнал искать. Так, ладно, подведем итоги. Сегодня за два с половиной часа я набрал. Уже комары выгоняют. Кстати, чтобы вы видели, да, этот аппарат просто лежит в режиме глубина. К этому мы тоже вернемся. Я его сейчас потише сделаю. А хотя... Ладно, пускай. Чтобы тоже прочувствовали, в каких условиях надо работать. в режиме глубина. Что у нас сегодня получилось? Нет, пожалуй, я все-таки тише сделаю. А, блядь, комары кусаются. Блин, ну, дайте, блин, заразы, показать уже, что нашел. Все, я ухожу. Сейчас я его сделал потише. Так вот, что я нашел в режиме глубина. По сути, интересного у нас. Такая вот коробочка. Здесь какое-то что-то нарисовано, уже нифига не видно у нас. Что-то нарисовано, что-то нарисовано. Короче, что-то нарисовано. Вот такая вот аптечка. Скорее всего. Ну, похоже, может. Хотя не знаю, что это. Может аптечка, может не аптечка. Уже бы такая попадалась. Что-то похожее. Я думаю, что это, скорее всего, для таблеток что-то. Не знаю. Ну, проволока. Медная. Все-таки от выкапывания всякого разного шмурдиката и по очень маленькой фольге не помогает даже дискриминация. У Multicruiser очень сильно скачет именно шкала VDI. И за счет этого, блин, копать придется по сути все подряд. Даже самые маленькие крупицы фольги из-за очень сильного разлета дискриминация вообще никак не спасает. Но это фигня, скажем так. По сути, да. Шмурдячина. Гильзочка. Колечко. Пломбочка. Кусочек от пояска снаряда. Ну и, собственно, довольно-таки интересно это уже дальше. 3 монетки все советские копейки 2 копейки 2 монетки и 1 копейка 1 монетка плюс вот это вот то, что от бижутерии нынешней. Что сказать по поводу самого режима? Ну, невозможно, во-первых, сказать, что он плохой. Он хороший. Копает, я бы сказал, очень эффективно. Ну, то есть, на этом поле 3 монетки выкопать за 2,5 часа. Ну, это, блин, это реально круто. Там еще какую-то бижутерику. Ну, в принципе, поле-то выбитое мною лично. То есть, я сам лично его бомбил тут. Но. Кстати, да, вот фольга тут в кармане. Ладно, это все потом и кинул. Но. Так-то я бы сказал, что из побочных эффектов надо бы добавить, что могут разболеться зубы, голова и упасть морально. Третью монету вы, допустим, на видео не увидите, когда я выкапывал ровно по той простой причине, что у меня уже как бы, ну, немножечко так морально уже подустал от этого скрежета на душе, который производит мультикрузер в режиме глубина. Что еще хотелось бы добавить? Блин, ну, в режиме глубины мультикрузер справляется с задачей пинпоинтера, режим глубины, точнее, справляется с задачей пинпоинтера лучше, чем сам пинпоинтер. Я не знаю, зачем макро но кто-то там сделали режим пинпоинтера, хотя могли просто добавить, ну, блин, перекидывать на глубину. То есть он в глубине ищет лучше, показывает, блин, комары грызутся. Короче, нет, знаете что? Я думаю, что не надо умничать. Режим хороший, поинтереснее, чем георежим у 705-го. На этом заканчиваем. Режим шумный. Ну, в принципе, каждый раз его использовать наверное, вряд ли. Может, там на выбитых местах раз в год подойдет. А так, блин, ну, честно сказать, шумноват. Опять же, но копает великолепно. Все, я пошел, а то меня комары сожрут. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok